Всем привет! С вами Виктория! Сегодня готовим творожную запеканку. Запеканку я буду готовить из мягкого творога, без муки и масла. Также к запеканке мы приготовим вкусный клубничный соус. Такой соус можно приготовить с любыми фруктами или ягодами. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов. Сначала 5 яиц разделим на желтки и белки. Делаем это очень аккуратно, чтобы ни одна капелька желтков не попала в белки. Я готовлю на большую запеканку. Если же вам нужно среднее или маленькое, то все ингредиенты можно поделить на 2. Полное количество всех продуктов я вам оставлю в описании под видео. В белки добавляем щепотку соли и начинаем взбивать миксером до стойких пиков. Обратите внимание, когда мы будем переворачивать миску с белками, то белки не должны из нее выпадать. Вот до такого состояния. В желтки добавляем сразу весь сахар 200 грамм и тоже взбиваем в белую пышную массу. Во взбитые с сахаром желтки добавляем сразу весь творог. У меня 800 грамм. Как я уже сказала, я использую мягкий творог. Жирность моего творога 8%. И добавляю экстракт ванили. Вместо экстракта ванили можно добавить ванильный сахар или цедру лимона. Все аккуратно перемешиваем миксером. И добавляем 170 грамм крахмала. Я использую кукурузный крахмал. Можно использовать любой. Небольшую часть крахмала можно заменить мукой. Но я вам советую приготовить именно по этому рецепту с крахмалом. Крахмал всегда добавляет особую изюминку, пышность и воздушность десертом. Попробуйте. Еще раз все перемешиваем на низких оборотах до однородного состояния. И теперь постепенно в несколько раз добавляем взбитые белки. Убираем миксер и с помощью силиконовой лопатки подмешиваем белки в наше тесто. Делаем это как можно аккуратнее, чтобы белки не осели. Тесто должно получиться пышное и однородное. Вот такая консистенция. Подготавливаем формочку. Я буду использовать разъемную форму диаметром 24 см. Я ее застилаю пергаментной бумагой. Бумага у меня силиконизированная. Если у вас обычная, то смажьте ее сливочным маслом и присыпьте мукой. Выливаем тесто в форму. Духовка уже должна быть разогрета на 180 градусов. Немного разравниваем, пристукиваем, чтобы вышел лишний воздух. И отправляем запекаться нашу будущую запеканку примерно на 45-50 минут. Запекаем до хорошо золотистой корочки. Пока запеканка у нас в духовке, приготовим клубничный соус. Для этого смешиваем 300 грамм клубники. Добавляем 50 грамм воды и 3 столовые ложки сахара. И перебиваем все блендером. Можно протереть через сито. 1 столовую ложку крахмала смешиваем с 50 миллилитрами воды. И добавляем растворенной в воде крахмал в ранее перебитую блендером клубнику. Перемешиваем, выливаем в жаропрочную емкость, ставим на небольшой огонь, доводим до закипания, уменьшаем огонь. Регулярно помешивая, провариваем буквально 1-2 минуты до загустения. И еще горячий соус процеживаем через сито, чтобы не было лишних косточек, комочков крахмала. И даем соусу полностью остыть. Это прекрасное дополнение к пирогам, запеканкам и разным десертам. А наша запеканка готова. Даю ей остыть в выключенной духовке с приоткрытой дверцей. Затем достаю ее и даю остыть полностью до самого конца. Будьте готовы к тому, что запеканка осядет. После того, как запеканка полностью остыла, аккуратно достаем ее из формы. Отрезаем кусочек и наслаждаемся. Подаем с чаем, молоком, кофе, как вам больше нравится. Можно ее присыпать сахарной пудрой. Посмотрите, какая красивая, румяная получилась у нас с запеканкой. Получаются запеканки из мягкого творога очень-очень вкусные. Довольно диетические. Сахар можно регулировать по вкусу. Соус из фруктов менять. Можно его заменить на сгущенку, шоколад, джем. Всем желаю приятного аппетита. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Пишите мне ваши комментарии. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.